всем привет у нас на улице заметно потеплело я даже вам больше скажу нам на завтра передают плюс 2 и дождь до под новый год обещают нам дождь поэтому мы сегодня решили выйти попеределать побольше дел там серёжа сена сейчас раздербанит там тюки натаскает под крышу подробить нужно немножко навоз он там почистит на улице покидает в общем сделать побольше чтобы завтра у нас было все готово потому что действительно если такая погода будет ну представляете дождь и это налить вся это все равно потом все подмерзнет ну я думаю катушка будет гололед счет от на сегодня на завтрак оладушки готовлю обычно я жарю на сливочном масле сегодня что-то решила на растительном попробовать понравится нет из простоквашки своей сделала такое тепло чтобы не погулять до коровки злата гуляет уже мы еще вчера выпустили первый раз она возмущалась очень сильно почему все гуляют а я нет даже немножко голодовку устроила не захотела но когда выгнали она одна в сарае осталась она плохо ела то что рядом никого нет вот все мы и отпустили и нормально все она наелась сразу напилась и хорошо себя чувствует вот такие коровы социальные животные плохо ей было без подруг теперь все довольны здесь что происходит ничего в бусинке не подсчитывала вроде как охота должна быть вот хожу смотрю на нее это пока не знаю я особо не увидела посмотрим завтра еще все равно записываю чтобы потом к тому моменту когда нужно было семенять может понимали какие дни ловить все равно добычка бусинка ты в курсе что у тебя сестра родилась до пуговка пуговка и бусинка сестренка твоя я его башка называю это голова такая башка грамп эй ешь пока там зерно дробится у меня хотела вам рассказать еще кто помнит мы же подавали им заявление на компенсацию за уголь вот прошло уже больше месяца денег нет но я позвонила думал узнать вообще ждать не ждать вот я сегодня позвонила вот искали меня там по фамилии короче посмотрели сказали что ну у вас положительное решение компенсация будет ну ждите наверное еще не перечислили ну ладно хотя бы что ответ есть понимать что будет вот я про размер компенсации просто ну может кого-то интересно будет потому что тоже собирается только подать в общем мы купили угля общей суммой на 23000 рублей это было 5 тонн и компенсацию нам выплатят тысяча девяносто один рубль почти 1100 рублей грамм вот имейте ввиду стоит оно того или не стоит надо еще дополнить наверное насколько у нас подорожал уголь да почему компенсацию это велик если например в прошлом году то же самое количество угля мы могли купить за 19 500 в этом году за 23 соответственно считаем разницу это три с половиной тысячи наценка вот из этих трех с половиной тысячи рублей 1091 рубль сколько там копеек вот нам компенсировали грамм 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 ой язык какой длинный мокрый кстати у нас гектор вот он справа как бычок уже созрел у нас когда тёлки в охоту приходят но рвет и мечет уже готов бежать всех покрыть до гектор с тобой на быть осторожным ну то есть он более рьяно как-то проявляет интерес к противоположному получим например тот же граф граф поспокойнее гораздо так у нас обед пуговка у нас на ведро уже перешла по три литра за раз кушает мы дней 5 бутылочки кормим потом все ведром слюней напускала целую гору вон аж пеной все льется ну что прогноз на дождь не сбылся а вот на теплую погоду очень даже у нас плюсовая температура яркое солнце снег с крыши весь сошел тает капает все очень тепло хорошо сережка царает что-то колотит а мне не говорит чем чего делает что за секретность не правда это подсоль ты делаешь нет да угадала кормушечки чтобы вот эту соль туда кусками складывать каждому чтобы они не возюкали по всей кормушке да и сеном не закидывали вот оно как получается ну да полу прибили внутрь положили соли одна на двоих не подерутся вот и девчонкам такую же кормушечку и пацанам также у тебя теперь своя кастрюлька жуем жуем зернышки интересуемся так лорд быки остаются под твоим присмотром все мы пошли обедать за коровками тоже посмотришь вектор его гоняет тебе не малышня осторожней так успела уворачиваться потому все игрульки гектор уже всерьез фырчит а шурчит ну что теплые денечки сменились бураном у нас снова метель сегодня нас заметает а нам как назло надо ехать петропавловская ну сейчас вроде чуть-чуть поутихло или из-за того что рассвело кажется поспокойнее ночью вообще в дело все ну и утром пока управлялись темно было прям это страшновато я все лишь говорю уж никуда не поедем метет вообще на дорогу посмотришь вроде и не питет а вроде и метет подожди из деревни выйдет ну да сейчас за деревню выйдешь там вообще пасмурно ничего не видно самое обидное что серёжа вчера вечером на сегодняшний день натаскал сена в закон до хорошего такого думать чтобы не утром ну время сэкономлю все приготовил чтобы сегодня с утра выкинуть скот туда выкинуть вот но еще а ночью как раздулась и чё то все у нас все стоят в сарае куда они пойдут и все на это все что теперь там в загоне растрепало ну не знаю жалко просто чё с ним будет чё не будет перегной перегной вот так вот выглядит дорога видимость не очень конечно прям серёжа ты уверен что нам туда надо что-то как-то прям вообще ничего не видать просто белая пелена вообще ничего не видно некоторых местах приходится прям чуть ли не останавливаться задувает так что 10 метров ничего не видно просто белая полоса машины навстречу едут уже с аварийкой тоже включили вот некоторые потому что ничего не видать как в молоке каком-то едешь короче сидите дома в метель нечего переться куда-то все спустились в низинку здесь все чисто вот а по верху прям очень сильно конечно метет это мы Михайловке подъезжаем здесь хорошая видимость добрались мы до Петропавловского слава богу без приключений потихонечку осторожно заехали в магазин короче купили вот молочный шланг который-то у нас порвался на замену два метра взяли за пятьсот семьдесят рублей заправляемся в Петропавловском на трансойле интересно у них уже какой раз мы замечаем на билборде цена 45 рублей 92 а заправляют по 42 50 приятно конечно странно чем мы заехали в машке пили селедки на Новый год замороженный последнюю можно сказать добрали хорошая свежая партия со скидкой 90 рублей килограмм взяли 6 штук будем солить на салатик там на селедку под шубой просто соленую до киты с фарылью мы пока не дорослили даже по акции Машка это Мария Аракс так говорю как будто все знают что у нас тут за сети магазинов все все дела сделали отправляемся в обратный путь надеюсь там сильно не перемело дорогу доберемся как-нибудь на обратном пути особо ничего не изменилось все так же метет все добрались мы до дома без приключений слава богу к вечеру ветерок уже поутихнут конечно не такой сильный вечернее поение сейчас вечером только коров напоем мелочь выпускать не будем ну тёлок с быками мы иногда так делаем тёлок с быками раз в день поем вот а иногда ну так же два так же как коров ну ладно не хочу их выпускать они начинают беситься бегать потом фиг загонишь ну понятно все давай коров коров иду воду включаю выхожу тёлки пьют жалко стало ты что тут мою работу делаешь это он злате взвешивает уже побольше сейчас погра до грамма все четко так новый молочный шланг в деле вот он такой мягенький когда новые они все мягкие молоко так хорошо видно чистенький красота а вот эту штуку крючок на котором висят шланги мы посмотрели у немаляева на канале у него вот так вот ну просто они привязаны крючки чтобы вот эти шланги не болтались по грязному полу не морались удобно так действительно как дела пуговка у тебя уже голова скоро не пролезет сюда ой мне сейчас после дойки вечером еще сепарироваться все нормальные люди по утрам сепарируют я вечером тоже не себе это на заказ надо будет творог сварить потом приготовила все к сепарации но сегодня еще возьму утреннее молоко она холодно естественно поэтому приходится греть вот сейчас пока все прогрею одну партию там вторую сколько у меня его вот потом вечерний еще добавлю и все будут сепарировать куб с лету а на этом на сегодня все пишите комментарии подписывайтесь на наш канал на дженни всем пока пока подписывайтесь на наш канал и